Добрый день дорогие друзья и посетители канала. Сегодня у нас такая возможность встретиться с нашим другом Севаком из Еревана. Это уникальный человек, очень интересный, очень совершенно непривычный для наших глаз, для наших ушей может быть. У меня на канале есть целый плейлист, посвященный беседам с Севаком. Вы можете зайти, да, это называется беседа с Севаком или разговор с Севаком на моем канале. Там, наверное, 10 бесед, где затрагиваются темы национализма, темы шовинизма, ксенофобии. Севак, он когда-то сам был в этом, да, в молодости, он рассказывает об этом, приводит свидетельства из своей жизни, да, и как он пересмотрел это. Сейчас он занимает абсолютно другую позицию. И сегодня у нас очередная с ним беседа, встреча по поводу одной статьи, которую я нашел на армянском языке. Автор этой статьи журналист и блогер Карпис Пашоян. И статья называется «Жить рядом с турками без клина и бегства». То есть совместное проживание в одном регионе, мирное, без клина и бегства. Вот эти две фразы – клин и бегство. И я предложил Севаку поговорить на эту тему. Сначала мы обсудим эту статью. То есть Севак будет читать один абзац на армянском языке. И у меня уже готов перевод, я уже перевел эту статью. И мы надеемся, что больше представителей именно армянского общества захотят подключиться к нашему дискурсу такому и возможности говорить. Потому что это самый кратчайший путь к миру и взаимопониманию, на мой взгляд. Это начать говорить, перестать молчать. То есть понять, что с другой стороны, на другой стороне, да, тоже человек, тоже живое существо, которое также хочет говорить, также может что-то сказать и хочет что-то сказать. Добрый вечер, Севак. Вечер добрый, Альберт Джан и всем, кто будет смотреть это видео. Очень приятно. После долгой паузы можем уже приступать, да, я могу уже на армянском? Да, пожалуйста, прочитай абзац, то есть мы будем читать абзацы, и дальше я буду переводить, и мы будем обсуждать эти абзацы. Хорошо, абзац первый. Хорошо. Академия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А кочевники – это дикие антиисторические элементы, созданные для содержания скота и овец. Вот что ты скажешь? Это какой-то такой прорыв в армянской прессе, в этом дискурсе именно для внутреннего слушателя, внутреннего читателя, зрителя. То есть, читаю, статья написана на армянском, ее никто не переводил, только вот сейчас мы с тобой обсуждаем. То есть, в принципе, вот это выражение провинциальной красноречии – деревенская философия. Да. Ну, он написал так, написал. Да, я очень с этим согласен. Я вот припоминаю, то есть, я учился в государственном университете, в двух разных университетах. Этот Манковаржакан педагогический, да, и помню, ну, он здесь написал «Академическая мастурбация», да. Вот там действительно была такая порнография, я бы сказал, академическая. Потому что приходили там преподаватель мировой литературы, да, и человек говорил о древнейших армянах, что мы там потомки там какого-то, такого-то. И она лучших, да, я об этом рассказывал в другом видео, преподаватель в государственном университете, она самых лучших из курса отобрала. Да, нас было, наверное, восемь человек, и повела в этот армянский, арийский какой-то, не обмануть, ну, не знаю, такой организацию арийскую, да, политическую такую организацию. Или там преподаватель, у нее предмет был библиография или что-то в этом роде, да, наука о библиотеках. Я вообще не понимал, почему я должен изучать, я вообще по-другому, да, профилю. Это даже другой вопрос, но все равно она приходила, иногда даже сны свои рассказывала, что видела, что Господь дал яблоко Адаму, или что это вообще-то не было яблоком, это было абрикосом. А абрикос и армянство, конечно, да, это неразделимые вещи и так далее. Так что, да, это была, там была порнография, он действительно прав. Я хотел бы этот абзац, опять, Айн Рент, которую я обожаю, да, это философ и писатель известный. Она причем в царской России родилась и убежала в Советском Союзе до того, как Сталин вот этот железный занавес повесил. Вот ее словами, я хотел бы ее мыслью, да, прокомментировать эту интересную, значит, этот интересный абзац. У нее интересная теория, она дает классификацию нескольких типов людей в политическом смысле. Итак, два интересных типа, о которых она говорит. Первый – шаман. То есть, это человек, неважно, он может быть политик, доктор, учитель, педагог, неважно, да, он мыслит как шаман. То есть, мир для него – это мистика, он не понимает, он даже не хочет понимать через науку, да, у него там нэждэ, например, да, свои какие-то верования, да. И вот она говорит, что эти шаманы обожают другой тип людей, которых она называет атиллами. Атилла – это диктатор, да, через физическую силу, там, например, Вазгены, да, 90-е Вазген Сашксяны, Монте, эти бородачи с автоматами, которые верили только в физическую силу, да. Причем у нас страшная фраза на армянском, вот эта цитата из нэждэ много цитирует, что право рождается через силу. То есть, у кого есть сила, да, тот и прав. Тот и прав, да, у него уже какие-то права появляются. Вот этот тип – это атилла, человек, который не верит в права человека, равенство, республика, демократия. Вот он хочет что-то и отбирает, как тело леди бородачи, да. Вот шаманы и эти атиллы очень хорошо друг друга понимают. И шаманы любят атилл, потому что атиллы платят деньги этим шаманам, которые пропали бы без этих атилл. Вот то, что он говорит, это, значит, провинциальное красноречие, да, деревенская философия и академическая мастурбация. Вот это именно те шаманы, которым платили, например, Левон, Роберт, Серж, да, эти президенты, эти Вазген-Сарксианы, люди, которые там фашиста нэждэ превратили в нацгероя. Они платили вот этим шаманам, чтобы те именно занимались этой академической мастурбацией. И вот чтобы приходили такие преподаватели. И мне в госучреждения говорили о превосходстве армян, да, и корейской культуре меня приручали. Да, это было, 30 лет мы так жили. Он очень красиво и правильно это сформулировал. То есть вот эта вот мастурбация и сакральный, вот интересно, словосочетания, да, очень интересные, ёмкие такие. Сакральный военный патриотизм. Сакральный, то есть священный, религиозное, культовое что-то, да. То есть это часть культа. Военный патриотизм сделали господствующим мнение. То есть суть этого, да, этой пропаганды, этой проповеди, культовой в принципе, что оседлые народы, то есть армяне по умолчанию оседлые народы. То есть уже по умолчанию. То есть здесь не обсуждается, что это были процессы миграции, могли ли они в принципе быть, да. Эта тема не обсуждается. Армяне по умолчанию оседлый народ, который родился здесь и тысячелетиями никуда не уходил. Пока не пришли арабы, Византия, Персия, турки, Российская империя, там еще кто-то, да, то есть, в принципе. И вот они находятся на более высокой цивилизованности в другой области, а кочевники, дикие, антиисторические элементы, созданные для содержания. То есть, люди ниже уровня, да, ниже, ну, не имеющие истории. То есть, если человек или народ, да, не имеет какой-то истории, какой-то древности, то есть, он уже как бы антиисторический, второй сорт. То есть, он создан для чего? Пасти овец. Кстати, такое же отношение к езидам же в Армении, насколько я знаю, да. То есть, они езиды, они должны как бы, ну, они как бы к нам лояльный народ, да, они не мусульмане, да. Курдов-то они изгнали в свое время, курдов-азербайджанцев, да. Но езиды, они есть очень мало, но отношение к езидам, насколько я знаю, здесь не надо никакие иллюзии здесь разводить. Отношение тоже как к пастухам, как к кочевникам. Просто езиды, езды так называемые, они лояльны, да, по отношению к армянам. У них армянские фамилии, да, и они служат в армии, то есть, к ним как-то, ну, снисходительно относятся. Но сказать, что они считают езидов братским народом, равноценным, хотя езиды, да, если взять и курды, у курдов ведь не меньше история. Это тоже древнейший народ, курды, хотя это тоже кочевой народ в определенном смысле, народ, не имеющий государственности, да, тоже. То есть... Знаю, вот эта тема, вообще, кочевники и не кочевники, если немножко более научно посмотреть, то смешно, потому что наши... Все мы были кочевниками когда-то, да, это просто смешно, и, конечно, у нас есть это невежественное видение вещей, это так скажу, что вот Господь Бог какой-то создал планету, и кусок планеты Он назвал Армения, да, и армян поселил туда. Конечно, это глупо и смешно, но, к сожалению, есть этот стереотип. И вот эти академические драчуны, которые занимались академической мастурбацией, они вот именно вот, это они, да, вот эти картинки в наши головы понаставили. У нас, может быть, в 2014 году приблизительно был такой скандал, говорили по телевидению, когда какой-то доцент, и, по-моему, ректор тоже был в этом замешан. Там это было еще правительство Сержа Сашкисяна, который, значит, попросил, ну, не то что попросил, а дал деньги, да, и сказал, что нужны новые учебники новейшей истории Армении. И вот там процессы, например, 2008 года, когда это произошло 1 марта в Ереване, да, там страшные события были, 10 людей погибли, сотни раненых. Вот они начали интерпретировать совершенно по-другому, что якобы, ну, как в Казахстане, да, конечно, были там те, кто грабили, но и ведь были мирные, да, эти люди, которые против там повышения цен, да. Вот там уже начали говорить, вот эти агротимические драчуны, что злой народ, у них там специальные какие-то металлы были, чтобы бить полицейских, а на камерах видно, как некоторые полицейские сами вот эти металлы везут туда, чтобы потом на камеру рассказывать, что якобы, вот смотрите, что мы обнаружили у тех людей, которых мы избили. Так что это академическое драчуство, оно достаточно, ну, имеет корни, у Филиппа Экозьянца есть даже такие видео, он показывает книги начала 20 века, если я правильно помню, говорит, что вот видите, это француз, и он показывает оригинал на французском, и показывает армянскую версию, где там несколько страниц не доперевели, когда речь шла, например, об Азербайджане, да, и обоюдно вот такие вот драчуства, мастурбации всегда были, да, и, конечно, еще раз, все мы были кочевниками, когда-то... Все мы были кочевники, конечно, все люди, все человечество. Да, 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 да. Да, да, да. Я так в духе Северной Кореи пытаюсь читать иногда. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Вот фраза, это действие, да, была навязана, да, фактически ложная идентичность, то есть здесь вопрос ассоциации, да, то есть с кем люди стали себя ассоциировать. Они стали себя ассоциировать с неизменными оседлым народом. А азербайджанцев, да, а азербайджанцев, да, соседей, с которыми живут уже несколько сот лет, да, фактически совместного проживания, как с людьми пришлыми, как с кочевниками. И противопоставлялось что? Вот реальности что противопоставлялось? То есть проиграли войну, да, потерпели поражение по определенным конкретным причинам. Но зато при этом у нас есть нарекации и чаренцы, у нас есть древняя история. Мы проваливаем государство, но когда-то у нас был Тигран Великий, да, и Григорий Просветитель. А что есть у азербайджанцев? Ну знаешь, интересный исторический факт, там, например, Григор, то есть его предки, его дед, говорят, пришел из Персии. И так со многими армянскими царями. Он сам был вообще азербайджанцем на самом деле, Григор Партев, это Григорий Просветитель, да, Григорий Илусаворич. Он был сам азербайджанцем, то есть он не был армянином, то есть он просветил Армению, да, он просветил, он был миссионером. Да, это было очень популярно тогда и греков, и римлян, то есть особенно до христианства греки и римляне, и, конечно, персы, да. Даже вот известная статуя Анахид, армянской богини, это всего лишь копия одной греческой статуи, которая якобы, о, смотрите, армянка, и так далее, это копия греческой статуи. Но об этом, конечно, мало кто говорит и молча. То есть фактически соткалась, да, то есть она была собрана, собрана именно вот в таком буквальном смысле, да, из разных ниток. Какая-то собственная идентичность, да, и навязана, то есть мифическая, оторванная от реальности, какие-то, знаешь, лоскутия какие-то, да, какие-то куски, вот она так собрана, соткана, значит. Но тоже что-то было, каждый, там, конечно, каждый живущий человек что-то создаёт. У него что-то есть своё, конечно, конечно, конечно. Но нельзя сказать и нельзя приписывать себе, скажем, да, достижение какой-то другой культуры и говорить, что это армянская. То есть это на самом деле это принижает, это не, ну, не служит, как бы, да, ну, пользе этого народа, в принципе. Когда ты берёшь, например, другое и присваиваешь себе. Культурная колонизация, скажем так. Да, ложная идентичность, это, конечно, интересно. Причём Тигран Мэттс очень обожают о нём говорить. Знаешь, Тиграна называют великим ещё под той причиной, что он когда понял, что нету смысла воевать, его войска разобьют эти римляне, которые численно превосходили. И его сын тоже на сторону римлян перешёл. Он, говорят, пошёл и свою корону под ноги римскому генералу дал и говорит, всё, вы победили. И после этого, знаешь, вот этот самый великий армянский царь, он был секретарём Рима. Если честно, он принял, что римляне более мощные, и он отдал много земель, которые он сам 10-15 лет взял к себе. И человек, вот этот известный великий Тигран, он просто служил как местный секретарь Зима. Он признал, что они более сильные. Поэтому я говорю время от времени, напоминаю своим соотечественникам, что если мы уж говорим о земле предков, то и современные итальянские националисты могут сказать, армяне, вы помните, ваш Тико, ваш Тигран, он корону свою перед нашим генералом поставил. Так что это наши земли. Римская империя, да. Потому что в конце своей жизни Тигран был просто наместником, местным секретарём Рима. Вот и человек. Но, конечно, он поступил хорошо. Если бы Никол, если бы он был таким просветлённым, он бы не пошёл на эту мясорубку. Тигран ведь тоже мог сказать, ну, знаете, мне мои генералы говорили, что моя армия непобедима. Я как мог там не пойти, потому что я, Тигран, побеждал до этого. Вот Хашинян так говорил, говорит, мы в Первой войне победили, поэтому было бессмысленно не повоевать дважды. Вот Тигран Великий мог бы так же думать и мог бы навлечь очень много бед на Армению. А вот поступит по-другому. У него хватило ума. Да. Причём, да, хорошо, ещё один комментарий. Искусственность. Знаешь, про эту искусственность, я думаю, корни вот этого, этой дискуссии, да, этого дискурса. Они религиозные. В Армении в 2000-х годах особенно. Например, апостольская церковь, когда против гомосексуальности говорила, очень часто, и сейчас разные там деятели любят говорить, что это неестественно, это против природы. Хотя, конечно, в природе очень много, да, дельфинов, всяких жирафов, которые там самец с самцом тоже занимаются интересными вещами. И вот это, то, что искусственно, это не является чем-то хорошим, это тоже смешно. И у этого аргумента религиозные корни. Знаете, товарищи, айфоны тоже неестественны. Одежда неестественна, да, потому что в природе не растёт одежда. Это мы уничтожаем деревья, поэтому вот этот дискурс, что Азербайджан, он не, он искусственный, поэтому плохой, это просто, ну, аргумент, который не имеет под собой ничего. Тогда ты не должен одеваться, ты не должен использовать даже чашку. Ну, должны быть только армяне, то есть кроме армян, в смысле, по большому счёту, всё искусственно, на самом деле. Палата номер три, то есть Третья Республика Армения. Это палата номер три, называю, в плане государственной пропаганды, да, моноэтнического национализма, смешанного с религией, да, наверху мы поговорили немножко, да, священная милитаризация, да. Хорошо, пошли. Итак. Продолжение следует. 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 Это факторы, которые по меньшей мере реальны и естественны. По меньшей мере. То есть их надо учитывать. Которые также могут быть крайне опасными. То есть это реальная ситуация, реальная данность. То есть от нее ты не можешь убегать. Это, кстати, показывает само заглавие. Говорит «клин» и «бегство». Дальше он будет говорить о бегстве. Что бы ты хотел здесь отметить? Ну еще раз просто о том, что этот дискурс вообще искусственный и естественный. У него многовековая традиция, еще раз, она происходит из христианства. И она нерациональна. И человек, конечно, правильные здесь вопросы задает. Она просто существует, этот аргумент, он просто существует. Потому что он существовал еще, не знаю, при наших дедах. Понимаете? Люди неосознанно, он тут правильно вот это замечает, даже себя не спрашивает. А что это значит? Хорошо, искусственный, ну и искусственный. Мой телефон тоже искусственный. Барактары тоже искусственные. И плохие, и хорошие много вещей, которые искусственные. И есть, там может быть убийство, это естественно. А животные тоже убивают друг друга. Инцест естественен, потому что многие там животные занимаются любовью друг с другом. Ну и? И что? Да, да. Это религиозный аргумент, который под собой, просто это показывает нищету человека, который говорит так. И показывает то, что он даже не думал, не анализировал. Он не понимает, что это в действительности не аргумент. Это просто традиция. Традиционно так говорили, и я буду говорить. Причем, знаешь, кроме вот этой академической мастурбации, да, есть еще и поповская мастурбация, я так скажу. У нас, когда я был ребенком, например, я шел, так называемый пионер палат был в советские времена, да, пионерские палаты. Ну, дома культуры. Я там шахматом учился. Но вдруг, помню, у нас начались религиозные какие-то встречи. Я не понимал вообще, зачем мне это. И пионер палат переименовали «Хайортацтун» – «Дом сыновей армянских». Звучит, да, такое средневековье. Мистическое название какое-то. Понимаешь, да, я не в пионер палату уже шел, а в «Хайортацтун» – «Дом сыновей армянских». Это, знаете, знаешь, как из этих сериалов про средневековье, да, «Келикия» и так далее, я не знаю, «Дом престолов». Там и священники тоже такой мастурбацией занимались с нами. То есть приходили, где вы занимались шахматами, приходили священники? Нас уже в специальную комнату им отдали, и после шахмат нас везли к ним. Я обычно шел домой, а потом наступил момент, когда уже к ним шел. Причем у нас даже был такой экзамен. Мы должны были сдать экзамен про Иисуса Христа, мы что-то должны были знать. Знаешь, это, в принципе, государственные структуры, да, и это вот именно процесс уничтожения разума. Это клирикализация называется. То есть, да, когда священники, религия начинает захватывать, то есть, ну, секулярное общество становится прорелигиозным таким, да, то есть, бывшие коммунисты, бывшие атеисты, все становятся вдруг церковными, прихожанами и так далее, да, то есть, религиозными верующими. Да, у нас вот эта мастурбация тоже существовала и существует. Священнослужители, они в детских домах. У меня маленькое видео, я тебе потом отправлю, там видно, они говорят, ну, хорошо, они везде, одним словом, да. Да, и вот этот дискурс, этот аргумент тоже оттуда. С 90-х в нас внедрили эти средневековые аргументы, и многие не задумываются, говорят об этом. Вот это первый комментарий, да. Да, и знаешь, вот концовка, может, я немножко отойду, но думаю, в целом это важно. В контексте, да. В целом контексте это важно сказать. Вот текст интересный, да, но человек в конце этого абзаца, он говорит, они еще могут быть крайне опасными. С одной стороны, понятно, да, но с другой стороны, понимаешь, вот говорят про этого, который топором, да, этот азербайджанец, который топором набал на армянина. Не помню его имя. Сафаров. Сафаров, да, спасибо, фамилия Сафаров. Но знаешь, что интересно? И в самой Армении муж топором набрасывается на жену. У нас есть такая история. Убил мать жены и тяжело ранил и жену, и отца. Следует ли из этого, что каждая армянская жена должна бояться своего армянского мужа? Потому что вот уже есть такой инцидент. Причем это не первый инцидент, да, и есть целая, так, ну, скажем, серия, когда отец убил сына. Иногда топором рубят, иногда просто ножом, понимаешь? Но вот этот дискурс опасности, к сожалению, он, я бы сказал, оскверняет мотивацию мира и дружбы. То есть многие армяне, которые говорят о мире, в действительности они не хотят долгосрочного мира, мне так кажется. Они хотят, ну, на армянском это зинадаташ. То есть война... Прекращение военных действий. Просто, да, нужно прекращение, нам надо прекращение военных действий на некоторое время. Чтобы собраться силами, да, собраться силами, быть готовым к следующей войне. Вот, 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 вот. Я вот очень, ну, скажу, болезненно, да, или внимательно отношусь к этому. Поэтому, к сожалению, у меня такое ощущение, что есть интеллектуальные националисты, да, которые вуализируют свой национализм. Прикрывают, закрывают его каким-то образом. Да. Говорят о мире, но в действительности они не хотят долгосрочного мира. Они не доверяют азербайджанцам, да. И они просто хотят, так сказать, собраться силами, да. И они везде. И это меня настораживает. То есть ты думаешь, что автор, в принципе, тоже, скажем, из этой... Мне кажется. Вполне возможно. Да, мне так кажется. Они очень в самых разных сферах. Иногда человек говорит о демократии. Иногда вот знакомый, например, у меня, он получал гранты. Да, я об этом говорил в другом видео. Получал гранты на там толерантность, многокультурное общество, да. И вдруг во время войны говорит, давайте Армения признает, что Арцах-Карабах – это Армения, и закроем тему. То есть у человека вот такое представление, что надо признать, что это наша земля официально. И все. И тогда... То есть здесь мы, как бы обобщая твою мысль, да, то, что здесь наблюдается, да, что есть какая-то часть интеллигенции, которая, в принципе, меняет риторику, меняет, но сама сущность меняется с большим трудом или практически не меняется. Сама националистическая сущность, зашоренность, вот эти фобии, это какая-то, ну знаете, ненависть, отношение внутреннее, да, оно никуда не исчезает, никуда не пропадает. То есть вот этот интернационализм, он на самом деле им чужд. Они его не знают, они его не вкусили, не знали и не знают. Они говорят о нем, скажем так, ну как бы абстрагировано, да, то есть только потому, что они пытаются или хотят казаться более миролюбивыми, более прогрессивными по сравнению со всеми вот теми, о которых он здесь в данном случае говорит. Но по сути он из той же самой когорты людей, да, то есть просто немножечко другое отделение, да. Ну я надеюсь, что автор этого текста, да, он будет готов на какую-то дискуссию, на беседу. Я очень желаю, хочу пригласить его, может быть, нам удастся побеседовать и непосредственно с ним выяснить эти вопросы на самом деле. Да, причем я тоже его не знаю, я там слышал его имя, да, в разные времена, поэтому я не утверждаю, что так оно есть. У меня просто мысль, что может быть. Но такие люди есть, это факт, это факт. Конечно, конечно. А причем я еще немножко на эту тему, если ты мне... Конечно, конечно. Знаешь, у меня даже, ну, Георгий Ванян, он в свое время дал интервью Роману Алексееву и очень-очень мудрые слова сказал, что в 2018-м у нас не была революция, была просто смена поколений Карабахского комитета, да. И причем, я думаю, поэтому и Николу Пашиняну не надо менять старую систему. Там, например, он, это тот называемый этот веттинг, да, против старых судей. То есть десятилетиями они судили так, как им было велено, да. И много есть там дел даже в европейских судах, которые сказали, что вот это решение этого судьи неверное. Но вот все судьи, они сидят, это старые судьи. Пашинян не меняет, да, ни судей, ни других. У меня, я боюсь, даже они иногда проговаривают, знаешь, что демократия этому государству нужна как инструмент, чтобы собрать вот именно ресурсы в финансовом плане, в плане людей, чтобы люди не убежали, да, как было 30 лет. У нас ведь сотни тысяч граждан убежали, да. И я боюсь, что даже вот, потому что это старый Карабахский комитет, там Никол Пашинян тоже в свое время был активным активистом, да, этого движения. Есть там старый, там, кадр Андроник Кочарян, например, да. Причем этот Кочарян очень выдал себя очень интересно. Год назад они говорили, или два года назад. Вот есть статья, да, если ты не служил в армии и живешь за границей, когда ты вернешься, тебя арестуют. Андроник в парламенте сказал, что мы снимаем эту статью, чтобы люди вернулись. Но он продолжил. Ну, спасибо ему за честность хотя бы. Он говорит, мы сейчас это снимаем, чтобы потом сделать еще труднее выход из страны. Понимаешь, какая мотивация у человека. Ну, спасибо, что признал штат, спасибо, что сказал это, да. Он говорит, чтобы и они, и их сыновья, им было более трудно уходить. Просто люди поняли, что вот эта схема, да, бородачи с автоматами, она не решает. Она уже старая, она уже отжившая. Да, и не решает проблемы. То есть, почему Армения победила, так назовем, да, я не считаю это победой, вообще война, это поражение, на мой взгляд. Но у Армении было 70 лет советской индустрии, да, и это ценз, то есть 3 миллиона, больше 3 миллионов людей жило в Армении, да, и благодаря вот этим ресурсам. А сейчас нету этого, да, сожрали все. И, на мой взгляд, они используют демократию. То есть, у них та же мотивация. Ничего, мы сейчас вот наживемся, да, и людей вернем. И по новой начнем. Чтобы быть, да, по-новому, быть готовым. Вот, хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. «Но как долго можно так жить, как какие-то дармоеды за счет величия людей прошлого? Кстати, я не хочу каким-либо образом затмить или смешать с грязью армянский народ и его историческое прошлое», то есть автор говорит. Согласно Хоринаци, это действительно крупная и памятная историческая фигура. Но также необходимо констатировать, что большие люди, как правило, допускают большие ошибки. По моему убеждению, самой большой ошибкой армянского народа является его неопределенное местонахождение в своем жизненном пространстве, а также мифический и оторванный от реальности взгляд на соседние народы. Иными словами, армяне веками выдумывали себе иллюзии, верили в них и теряли ради них все, что было возможно. То есть люди теряли реальный мир, реальные ценности, реальность, настоящее ради прошлого. Вот ты можешь представить себе абсурдность, да? Действительно, я здесь очень хорошо раскрыл и приводит именно историков и так далее, исторические какие-то фигуры. Но эти фигуры на данный момент все это как бы часть одной какой-то иллюзорной, мифической, оторванной от реальности. И главное, главное, посягающей на эту реальность, посягающей на эту реальность, делающей эту реальность невыносимой. Понимаешь, вот что страшно? Что фактически вот ты будешь жить либо потом, либо ты когда-то жил, но не сейчас. То же самое, это та же самая религиозная культовая идея, да? Что ты будешь страдать здесь, ты будешь голодный здесь, ты будешь проливать кровь здесь, плакать здесь, чтобы радоваться там. Ну, у нас в Вильяновске кет-стэ-айн-Хаястана, урэ-вагнэ-галу. Здравствуй, та Армения, которая будет или придет, настанет завтра. Вот так и кормили людей. К сожалению, этот дискурс еще продолжается. Во время предвыборных встреч представитель теперешнего правительства, он говорил народу в каком-то городе, говорит, народ, люди, мы должны сейчас плохо жить, мы должны sacrifice, что-то пожертвовать чем-то. Да, да, чтобы завтра было лучше. И, конечно, завтра всегда завтра, а сегодня нету завтра. То есть, говорит, ошибка неопределенное местонахождение, да? Дормоведство, да, да, да. И он говорит, неопределенное местоположение, местонахождение в своем жизненном пространстве. То есть, человек, общество, да, государство, то есть, я понимаю, когда это происходит с одним человеком, можно списать на невежество, на психическое заболевание, на недостойное поведение, там, скажем, да, ну, одного, двух людей, группы людей. Но здесь общество живет так. Обществу навязана эта модель, обществу навязана эта, ну, как форма поведения, да, форма мышления, восприятие мира, восприятие самих себя, своего местоположения в мире, в регионе, да. То есть, абсолютно лишенная связи с реальностью, какой-то базы реальной, действительной, понимаешь, оторванная, непривязанная, оно как бы в воздухе. То есть, какой-то мираж, какое-то облако, да, какой-то пар. То есть, нету привязки, ну, конкретики к реальности, к действительности, к сегодняшнему дню. И история в этом случае, она служит, вот как он говорит, какие-то исторические фигуры, да, то есть, постоянно адресуют к ним, постоянно апеллируют к ним, приводят каких-то сильных героев, что мы являемся частью этих героев, да, представителями народа, в котором течет кровь, например, вот этот вот наш знакомый человек, знакомый нам говорит, ты должен радоваться и гордиться, что у тебя течет кровь Тиграна Великого. Ну, это не то, что человек вгоняет людей в какое-то, ну, иррациональное, совершенно безумное состояние, измененное состояние сознания. То есть, я сам по себе слабый человек, трусливый человек, недостойный человек, понимаешь, сам по себе. Но у меня есть повод гордиться, потому что у меня течет кровь Тиграна Великого и так далее. Тиграна Великого и так далее. О чем я говорил, что люди, людям навязывается идея, навязывается восприятие такое, что, в принципе, я сам по себе, да, вот, если взять меня, например, да, я сам по себе малозначительный человек, слабый человек, тупой, ограниченный человек, человек, ну, ну, не имеющий никаких заслуг, знаешь, и вряд ли я буду когда-то их иметь. Но меня успокаивает и меня утешает мысль, совершенно, совершенно идиотская мысль, да, что во мне течет кровь, например, Гарегина НЖД, во мне течет кровь, например, Тиграна Меца, да, там, великих царей армянских. Я являюсь потомком Григория Нарикоци, там, Егеше Чаренца. Но это не безумие разве? У тебя тоже, кстати, о, такой психоанализ, да, ты вот проанализировал на все сто. Конечно, это безумие, то есть тебя, тебе внушают что-то ничтожество. И, ну, я думаю, это, во-первых, говорит о том, что человек так себя ощущает. Я настолько ничтожен, у меня столько нету ничего и никого, что в моей жизни есть там лишь НЖД. Только Нарикоци, Нарикоци, больше ничего нет. Да, при сроке больше. Я сам по себе ноль, понимаешь, я, я, как бы, это, у меня ничего нет, но у меня есть за то, за то, у меня есть, а у них нет, понимаешь? Да, да. А у нас, говорит, в квартире газ, а у вас, говорит, понимаешь? Ну, это, да, на английском есть этот хороший термин, scarcity mindset, то есть mindset, мысление нищеброда, скажем, да, нищего человека. Да, так сказать, вот. Да, он тут очень красиво все сказал, и вот именно это дармоедство, то есть, действительно, вот это, это те шаманы, о которых говорит, например, Айн Рэнд, которые просто мастурбируют, и у них нету ничего, и поэтому прошлое, вот и все. То есть, нет настоящего, понимаешь, нет привязки к настоящему, нет привязки. Сегодня я не могу с тобой общаться, понимаешь? Но я строю какой-то образ, и у меня есть какой-то виртуальный мир, виртуальная история, да, в которой я плаваю, как рыба в воде, понимаешь? Я вот там я реальный, там, в том мире, но не здесь и не сейчас, не со своими соседями, но что хуже всего прочего, да, со своими же соотечественниками, как вот, ты видел, если я не знаю, ты видел, там, последнее видео, да, когда люди ищут в каждом человеке, да, в каждом своем соотечественном армянине, видят турка, внутреннего турка, предателя и так далее. То есть, до чего может довести это восприятие, да, то есть, вот этот вот настрой человека? Ну, знаешь, есть ковид, который вот так очень многих, да, берет, есть вот такие психологические болезни коллективистские, да, и религия, ну, это все мы также обсуждали в другом ключе, например, объективизм и субъективизм. Вот это чистейшая воды субъективизм, когда мы знаем историю, да, мы армяне, мы с наждагом, с тиграном, да, и так далее, и нам наплевать, да, если не выражаться более грубо, наплевать на вас, на действительность, на то, как вы думаете. Само движение мяцу, это было субъективным движением, нам было наплевать, да, на то, что думают азербайджанцы, да, и, к сожалению, я вот опять вернусь к этому моменту про то, что азербайджанцы опасны, вот этот дискурс, если это такой даже хэштег, который в Фейсбуке использовали, да, Peace for Armenia, мир для Армении, та же идея, тот же дискурс, нам наплевать на Азербайджан, мы хотим мира только для Армении, даже мир не в Южном Кавказе, а Peace for Armenia, есть такой хэштег, там 30 тысяч, по-моему, почти всяких люди писали, да, и причем это те, кто использовали хэштег, а многие говорили и хэштег не использовали, то есть, наверное, больше 100 тысяч таких постов наберется, или может больше, но это... То есть, в Армении сегодня это не что-то такое, знаешь, вот, ну, запредельное, то есть, люди готовы, готовы говорить о мире, люди готовы стремиться к миру, да, провозглашать этот мир, но сама мотивация, ложная мотивация, сама мотивация этого мира, она ложная, она иллюзорная, она также, также является продолжением старого дискурса, старого дискурса, то есть, продолжением, да, то есть, в каком смысле, что раньше, если говорили о войне, об этом, сегодня об этом говорить уже нельзя, невозможно, нужно говорить о мире, но, опять же, исходя из своих, а куда девать, например, людей, которых изгнали 30 лет назад, несколько сот тысяч азербайджанцев, курдов, других, об этом не говорят, ведь вы будете заключать мир и контактировать с людьми, а вы этих людей изгнали, как вы эти, эти, эти человеческие проблемы планируете решать? Да, 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 вот это и придает их мотивацию, что это ложно, то есть, мир, знаешь, почему, потому что мы хорошие, мы пушистые, и мы многострадальные, мы настрадались, как это на русском, we deserve peace, да? Мы достойные, мы заслуживаем мира. Да, мы заслуживаем мира, а на вас наплевать, нам даже неинтересно, вы заслужите мира. Вот это очень страшная позиция, на самом деле, эгоистическая, она показывает страшный, на самом деле, индивидуализм армян, да, армянского общества, об этом нужно говорить, об этом нужно, это самая главная, коренная проблема, на мой взгляд, психологии народа, которая фактически культивировалась, и это вот общество выросло на этом, то есть, они не воспринимают, понимаешь, они не воспринимают естественным образом другую, другую национальность, других, интересы других людей, что у них тоже могут быть интересы, то есть, по умолчанию их интересы, они им не интересны, они им не, их не касаются, просто они их не видят, физически не видят, вот что страшно. Вот я часто вспоминаю, даже вот с азербайджанцами, когда я говорил, была встреча, да, у нас, это очень показательный, на самом деле, очень показательный пример, пример, я сейчас его просто снова напомню, у меня постоянно в голове крутится, постоянно. Была у нас встреча вот в телеграм-канале, и там сделали такую вот, ну, фактически, специально было подготовлено, против меня направлено, они собрали таких людей, значит, ну, представителей армян там из-за границы, других мест, то есть, и что произошло, когда вошел один из представителей вот этой вот, такой, проармянской, да, ну, была там тема определенная одна, это было все, в принципе, направлено против меня, она есть на канале, эта встреча в телеграм-канале. Я помню. Вел ее, ты видел это, да, вел ее тоже армянин, администратор, да, ну, он российский армянин, молодой человек, и что произошло потом, я разговаривал с азербайджанцем, эта группа была, в принципе, вот, ты очень хорошо как раз вот эту вот, эту мысль, да, это же на самом деле проекция, проекция, да, вот этот вот телеграм-канал, это проекция общества, и вот этого диалога вот этих двух обществ, азербайджанского и армянского общества. Вот происходит разговор, эта группа была создана с целью мира, налаживания мира, налаживания контакта, налаживания человеческих каких-то мостов, и наполовину эта группа состояла из азербайджанцев, да, наполовину из армян, то есть армяне и азербайджанцы согласились разговаривать, беседовать в этой группе. И когда там начали вот такие вот националистические проявления в отношении меня и так далее, да, какие-то выпады, когда люди показывали, не скрывали своего отношения, ко мне группа азербайджанцев, то есть все азербайджанцы, которые находились в этой группе, они встали и покинули группу, группа эта развалилась, она перестала существовать, это группа «Бермудский треугольник». Я разговаривал потом с одним азербайджанцем, который был в этой группе, да, он был как бы помощником администратора, администратором был армянин, и этот администратор не мог понять, вот то, что я хочу сейчас тебе это сказать, он не мог понять, слушайте, говорит, почему вы все стали и ушли, вы азербайджанцы, он же, говорит, не азербайджанец, а вы, он же не азербайджанец, он говорит, ну и что не азербайджанец? Он человек. Ну и что не азербайджанец? То есть, вы понимаете, это совершенно два мира разных, полярных, они существуют вроде вместе и рядом, да, эти миры, но они не пересекаются, вот что страшно. Понимаешь, и вот на этом примере я увидел, но он же, говорит, не азербайджанец, почему вы поддержали не азербайджанца? Понимаешь? То есть, этой логике, этой ментальности не присуще вообще мыслить другими категориями. Они мыслят только категориями национальности, национализма. Иногда там даже на Одноклассниках, на Фейсбуке, вот приглашают в группы, и группа называется Хаерджан. То есть, не армянин не может войти туда? Хаерджанец. Менах Хаер. Менах Хаер. Да, да, знаешь, иногда подташнивает, то есть, что ты предлагаешь, даже непонятно, эта группа, что она предлагает. Но она для армян. Да, да, но это даже не важно. То есть, они не предлагают ничего, им надо просто собрать, да, там сотни тысяч участников, и на их взгляд, и многие, наверное, соглашаются с ними, наверное, схема работает, если там много таких групп, что, о, армянство нас объединяет, и все. Знаешь, по этому поводу есть такой интересный момент. Вот у меня среди моих знакомых вот этот интересный дискурс имеется. Одна девочка, например, написала, «Я на армянском «зазвумем», «заздайлем». Да, «Я устала» или не знаю как, ну, более… Тошнит ее, противно ей. Да, 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 вот более сильно. «Мне уже противно быть армянкой», она пишет. Это интересная мысль. Потом я сделал статус на эту тему. Внизу интересные комментарии пошли. Оказалось, что и другие люди есть, которые так чувствуют. Причем даже другой человек мне сказал, что, Ивак, ты сам, как это пишешь, очень часто ты об армянах в третьем лице говоришь, а не армяне. То есть ты дистанцируешься от них каким-то образом, да, как это получается? А вот это и кризис идентичности, да, но это уже хорошо. То есть получается, что может больно, может, пока ты не видишь какую-нибудь альтернативу, но это уже хорошо. Это говорит об эволюции, что ты не хочешь уже быть тем, кто там в моей крови, там кровь Тиграна Великого. Ты хочешь чего-то большего от себя и от жизни. То есть я как бы говорю, что этот процесс, он тоже существует, да, и это как бы хорошие новости, скажем так. Очень мало, но есть такие люди, которые вот этот… То есть они выходят из этих рамок, из этих категорий, да, категорий. Они начинают мыслить другими категориями, где важным является не национальная принадлежность, не языковая, не культурологическая какая-то принадлежность, а где важным является человек. Потому что мир вы будете налаживать с людьми. У вас проблема с людьми, не с Азербайджаном каким-то, Азербайджаном, да, а у вас проблема с людьми вообще, вообще с людьми, с соседями, с другими людьми у вас проблема, с другими народами. Азербайджан, турки – это самый близкий народ. Был бы другой народ, была бы та же самая тема, та же самая тема была бы. Они ни с кем не могут, понимаешь, вот в чем проблема. Они не могут жить, ну, относительно нормально, ни с кем, даже с самими собой, по этой же самой причине. То есть внутреннее противоречие, оно их разрывает изнутри, разъедает их изнутри. Это трагедия, это психологическая проблема на самом деле. То есть, действительно, да, да, действительно, да. Ну, что? Ну, давай, да, следующий абзац. Ну, давай, давай, давай. Ну, давай, давай. Ну, давай, давай. Ну, давай, давай. Если мы попытаемся классифицировать эти иллюзии, мы остановимся на двух моментах. Это ментальный побег из региона. Исключительная мысль. Ментальный побег из региона. И идея клина, вбитого в тюркский мир. То есть, идентичность армян – это ассоциация с клином, который вбит в тюркский мир, не больше. Я в школе, понимаешь, извиняюсь, извиняюсь. Я это слово «клин» выучил еще в школе. Сеп, да, Сеп. Учительница истории, она с гордостью говорит, мы клин в пантюркском мире. И это идентичность, что мы мешалка, мы существуем, чтобы мешать кому-то. Это историческая миссия, ты понимаешь? Да. Мешать, да, да. Разделять Восток и Запад, таким образом. Кто-то им поручил эту миссию. Вот я продолжу. Это ментальный побег из региона и идея клина, вбитого в тюркский мир. Армяне чувствуют себя отчужденными и неуютными на Востоке, считая присутствие тюркского элемента в регионе антиисторическим недоразумением или даже чем-то искусственно навязанным. Они ни в коем случае не могут смириться с этой тысячелетней реальностью, думая, что однажды каким-то чудесным образом они проснутся в реальности, где не будет уже турок. И тогда они свободно и беспрепятственно смогут распространяться по всей географической карте мира. Более того, на Востоке они чувствуют себя европейцами, что ведет к ментальному бегству. Дело не в физическом передвижении, а в неспособности адаптироваться к собственному местоположению. Будто мы такие высокие, мы европейцы и христиане. В конце концов, мы арийцы. Этот антинаучный термин используется, чтобы оставаться верным стилю того, как это излагается. И мы не можем жить в равных, на равных, значит, с племенем кочевников и вампиров. На армянском языке пьющие кровь, да, это как это будет? Кровопийцы. Кровопийцы. Да, кровопийцы, да, на русском. Кровопийцы, вампиры. То есть, это же исключительные мысли. То есть, идентичность, человек ассоциирует себя, свой народ, свою историческую миссию, какое-то значение, быть прокладкой буферной, быть клином в тюркском мире. И я слышал недавно один бывший, значит, герой, как это говорят, Азата Мартык, освободитель, да, ну, военный. Он говорит, что Россия, говорит, очень сильно пожалеет о том, что, потому что мы единственное, что защищает Россию от вторжения тюркских орд, ну, туда, продвижения туда. Вот единственное, последнее, последний форпост России и западного мира, западного мира. А через Грузию и через море, то эти турки, эти орды не могут. Вот Армения там, причем, знаешь, про Грузию, когда говорят, уже говорят, вот смотрите на Грузию, там турецкий бизнес, азербайджанцы все скупили, и это говорят, что надо вот оставаться в стороне и не делать бизнес с турками и азербайджанцами. А, да, да, то есть вот турки через Грузию, через море, да, или разные тюркские племена через разные регионы не могут. Вот это Армения мешает этим тюркским ордам. О, как правдоподобно. То есть, на самом деле, что произошло вот в историческом среде, да, если посмотреть. Армяне проживали на территории Турции, Османской империи. Армяне проживали, проживают в этом регионе. Сейчас, ну, вот эти вот 200 лет, 300 лет, да, сколько. Армяне существуют рядом с турками, азербайджанцами и так далее. То есть, они являются вот частью этого региона. Но они, у них идеология, которая подталкивает их к бегству, к ментальному бегству. Они не здесь живут. То есть, они, находясь здесь и сейчас, говорят, да, что мы европейцы, мы арийцы, мы представители другой цивилизации. Вокруг нас, как бы, вот эти кочевники, да, и мы вот этот вот форпост, это крепость. Мы, наши братья, это французы, это американцы, это христиане, это христианская Россия, православная Русь. Вот они наши братья. А вот эти турки, они не братья. Мы не можем с ними. Понимаешь? Мы вот, то есть, мы сами получаемся здесь чужеродным элементом. Мы сами себя сделали и поставили в позицию, когда нас никто не объявляет чужеродными, да, мы являемся частью этой палитры, но мы не видим себя частью этой палитры. Мы не видим. Да, мы себя не ощущаем. Мы видим себя там. Мы видим, может, поэтому, я хочу просто тебе, как ремарку, да, такую сделать, что люди, когда этот миоцум, как говорится, пошел дальше, да, в одном направлении, они все уехали потом к своим братьям в Америку, в Европу, в принципе. Может быть, это была цель? Просто уехать? Из ментального бегства? Просто, на самом деле, просто, ну, да. Ну, знаешь, даже у тех, кто здесь остались, эти республиканцы, дашнаки, у них же очень много, особенно у верхушек, всякой всячины. То есть, у нас даже судья, она там написала, что, какой капитал у нее есть, да, был такой проблеск люстрации в один момент в Армении. Она сказала, что у нее квартира в Париже, у судьи, армянской судьи, квартира в Париже, да, она вот в декларации написала, что имеет такую вот, ну, собственность такую. И у всех там бизнесы через Кипры, да, через самые разные каналы, в офшоры, которые очень, и в Лос-Анджелесе, конечно, там огромные, огромные. То есть, вот, они даже живя здесь, да, ну, это там проблема, то есть, они думают, что они не умрут, наверное, здесь, у них такое чувство. Но это еще и часть этой психологии, что может быть, да, везде хорошо, где нас нет. И особенно, если ты грабишь, тебе некомфортно там, где ты грабишь, да, у тех, среди тех, у кого ты, как бы, грабишь, да. И поэтому есть это желание. Но, знаешь, исторически, к сожалению, этой болезнью у нас вот было такое время, когда верхушки там шли в Европу, да, за обучением в Сарбон, в разные, в Оксфорд и так далее. У нас были тоже такие люди, там, писатели, которые возвращались. Ну, это хорошо, да, там, например, действительно обучаться и желание там университет у себя построить. Но, к сожалению, некоторые возвращались. И вот именно этот национализм, что мы, армяне, для себя должны построить Армению. Не то, что давайте вот в Турции сейчас, да, в этой Османской империи построим, а нет, сначала Армения для армян, и только для нас, для армян мы построим вот этот прекрасный мир. То есть, представлялось, что у них возникает какая-то историческая возможность, да, исторический шанс, который им предложили, ну, в частности, Российская империя, да, там, или, я не знаю, на тот момент. Я даже не уверен, что это шанс, я думаю, это просто, знаешь, волна, это даже мода какая-то была националистическая, да, которая, к сожалению, иногда там возвращается. Это какой-то ментальный даже какой-то процесс. Сбой какой-то ментальный. Ну, то есть, люди подумали, что они смогут создать государство, в котором не будет места другим народам, восстановить историческую справедливость, прийти к власти и так далее. То есть, изолироваться. Но им не дали эту возможность, им не дали эту возможность. Но эта идея никуда не делась. В этом проблема. В этом проблема интеллигенции этого общества. Они хотят жить изолированно. Да, 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 да. Согласен, субъективизм, субъективно. Нас объективная реальность не интересует. Вот, с вами облака, и все, в облаках мы живем. Вот и все. Продолжим? Да, да. Ираканун сачапазанц барт иван халатахаралили твачоул мифе, который стихотворил иван нынтхат верояттодоризвел и хай-мытавор шорджанак нэри когмейц. Угу. На самом деле это очень сложный и, казалось бы, непреодолимый миф, который создавался и постоянно воспроизводился армянской интеллигенцией, распространяясь как стереотип в широких массах народа. Этот интеллектуальный, иными словами, ментальный, умственный, побег мешает и разрушает нормальную жизнь армян, обрекая людей на постоянное беспокойство и ужас. Наверняка этот миф надо разрушить, а для этого нужно свергнуть армянский народ с этого пьедестала, подвергнув сомнению его высокое положение. Людям надо объяснять, что армяне и азербайджанцы, турки, равны. Оседлые народы не выше кочевников, а главное – это наш мир, это наша среда и наша реальность, из которой побег невозможен. Армяне и турки жили вместе тысячу лет и должны жить еще тысячу лет. Это факт и никак этого не избежать. То есть, людей надо возвращать в реальность. Для этого нужно разрушить этот пьедестал собственного величия, собственной исключительности, собственной вот этой обособленности, вот этого интеллектуального побега, ментального побега. Нужно найти, нужно показать людям, что они точно такие же люди. Кстати, вот в этой связи дальше он уже будет, я насколько знаю, помню этот текст, он объясняет. Просто момент перевода, пьедестал, да, ты говоришь, сверху. Трон, да, там трон написано. Да, именно, га, это трон. Га, трон, да. Артский трон, это даже пьедестал. Да, ну, да, то есть находятся на троне, вот там такой высокий трон, их надо, то есть нужно разрушить саму основу их превосходства, этой самой идеи, да, превосходства. Да, да, да. Кстати, Пашинян тоже вот к этим стереотипам прибегал во время войны. Вот ты говорил про этого Азата Мартика, да, борца за свободу. Пашинян тоже говорил, если там сегодня Турцию здесь не остановят, то через там сто или когда-то лет турки будут воевать у границ Австрии. Да, это был такой момент. А не значит. Тотджер карабаски комитет, и тотджер берет за свободу. Да. Субтитры делал DimaTorzok 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 У меня слов нет Да Просто я не соглашусь с этим моментом, что якобы мир нам навязал эту миссию Ну а почему эта миссия была как-то нами воспринята все-таки, да, тем не менее? Вот мир может сказать, что вы должны служить унитазом миру, что вы поверите? Да Ну что, клином побывали, можно и золотым унитазом, почему нет? То есть клин, а что это? Не смешно, извини Почему бы нет, да Миссия тоже же миссия, как бы, почему, разве нет? Да, да, да Поймешь, ребенок, человек узнал это слово, клин, от истории, от учителя истории, что мы являемся клином Да Ну что, дальше пойдем? То есть О чем он говорит, да, о том, что мы можем, в принципе, понять, нам нужно понять, что мы тоже азиаты, мы часть этого мира, мы часть этого региона То есть перестать видеть себя где-то в другом месте, в другом пространстве, что мы арийцы, там, что мы христиане, да, и так далее Но понять, что здесь наше место, здесь и сейчас, и нам нужно с этими людьми, и это, в принципе, неплохие люди Ты понимаешь, вот мы же говорим, мы сейчас какие-то пытаемся глобальные масштабные вещи, да, говорить, обсуждать Я жил с азербайджанцами, понимаешь, я, для меня, вот это вот мышление, оно мне абсолютно чуждо, да, абсолютно чуждо То есть я знаю этих людей очень и очень хорошо, азербайджанцев, этнических азербайджанцев То есть, если мы говорим о тюркском, о туркском мире, да, о турецком мире То есть я знаю этих людей Они, если ты протянешь ему одну руку, он тебе две руки протянет Это правда, это правда Понимаешь? Поэтому, ну, с другой стороны, я не хочу, чтобы какая-то часть слушателей подумала, что я призываю к какому-то там искусственному миру, не дай бог То есть моя цель, мое желание, я думаю, что и ты тоже обозначил свою позицию очень хорошо и очень четко Что ты против косметического мира Да, 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 да Против вот этой косметической, пластической операции, когда нутро, уродливое нутро, страшное нутро, страшное, знаешь, вот это вот, зверское, да, а сверху какая-то красота Какой-то марафет навели, и все, и будет мир, и дружба, жвачка Я против этого мира, против этого мира Однозначно Люди должны измениться Они должны покаяться Покаяться должны, в буквальном смысле Что мы были неправы Нас обманули, нас ввели в заблуждение И мы сами были рады обманываться Мы сами были рады обманываться Мы клюнули на это Понимаешь? Да Знаешь, вот такой острый комментарий Я вот эту идею сейчас говорю, пытаюсь донести до людей Знаешь, когда, например, мухи собираются и вместе говорят Давайте что-нибудь классное, красивое сделаем Неважно, что они сделают Будет пахнуть говном Потому что это мухи Их тянет к дизьму Понимаешь? Вот у нас это же проблема Потому что мышление Карабахского комитета продолжается И Бхашинян тоже был этим же человеком И поэтому, если хотим чего-то красивого Сначала надо перестать быть мухой А вот на этот момент очень мало кто обращает внимание Вот у Карписа есть такая попытка Это интересная статья Надо вот смотреть, а кто хочет мира? Действительно он хочет мира? Или он хочет просто паузы? Что это? Что это? Вот, хорошо Да Ахаха Тааак Харарайшов Продолжение следует... 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 об этом говорит как будто турки не заслуживают нашего цивилизованного присутствия то есть здесь ирония здесь юмор здесь сарказм присутствует вы такие цивилизованные такие великие дайте немножко своего величия покажите поделитесь поделитесь когда например египетский там фарон на улицу люди не имели права смотреть на него глаза если ты смотрел глазами своими даже на его эту карету то тебя там например могли могли казнить да то есть ты не смеял ты должен был закрывать глаза или еще этот это вуаль да то что на головы наносили что якобы я такая красивая царица что обычные смертные не должны даже иметь право всматриваться в мою красоту это конечно этот красивый на это и я смеялся он красиво вот так это все написал этот момент что ой я такой высокий ты даже не как этот don't deserve ты не имеешь не заслуживаешь видеть смотреть на меня мы определяем какой народ заслуживает какой народ не заслуживает какой народ имеет право мы сами здесь определяем понимаешь для себя но реальность определила нас уже сама реальность нас определила не мы определили свою реальность на виртуальную какую-то бредовую реальность а реальность действительно существующая данность которая есть на самом деле правда да то что есть она естественным образом естественным образом определила реальность существующую в регионе и наше местоположение в этой реальности поэтому нам надо согласиться ну я говорю об армянском народе об армянской ментальности Не бежать из нее, не становиться клином, потому что клин клином выбивают, вышибают, тоже есть выражение такое. А стать частью этой палитры кавказских народов, которым на данный момент армянский народ является. Почему видит себя частью Европы, частью Арийской Германии, какой-то идеологией, совершенно оторванной, чуждой местности, местному ландшафту, скажем так. Понимаешь? Причем здесь у него очень хорошая идея, чтобы пускай проходит трубами, воздухом, близко, да? Да. Из нашей трубы. Это очень прагматичная мысль, но странно, что многие даже, вот у них мозги отключены, и они говорят, нет, надо до последнего добиваться, чтобы мы оставались закрытыми, до последнего Армянина. Лучше сдохнуть, да, чем позволять Азербайджану и Турции, там, например, проезжать, иметь дороги, да? Да, открытые дороги. Сейчас уже вообще какая-то странная мода, ну, понятно, во всем контексте, смотрят, а вот этот бизнес, который вступает в Армению, есть ли там азербайджанский след? То есть, это ксенофобия, это расизм, на мой взгляд, что там греку можно, русскому можно, французу можно, но вот если есть, например, азербайджанец, да, иногда вот в статьях я читаю, и там бензоколом, ну, бензиновая такая-то компания, которая на сто процентов принадлежит тому-то. То есть, хорошо, что там азербайджанцев нет, например, да? С другой стороны, хорошо, что у нас, например, есть турецкие некоторые бренды Elsie Waikiki, если я прав, это турецкий такой бренд, в Ереване есть, причем я предпочитаю оттуда себе очень часто одежду покупать, потому что хорошее качество, хорошие цены. Так что это очень правильно, что, то есть, хорошо, вопрос, лучше быть мертвым и... По нашим трупам, говорит, пройдут. Так по трупам будут идти, а так по трупам. Да, или лучше вот нормально сосуществовать. Еще хорошая новость, я бы сказал, что вот после этой последней войны мне так было это приятно, что армянские родители, отцы, матери, они вышли на улицу и от правительства, они требовали, чтобы их сыновей из Карабаха вернули. Они говорили, во-первых, они очень прагматично мыслили, говорили, у вас нету этого ресурса, чтобы обеспечивать безопасность нашим детям. И то, что мы видели, там солдаты спали под этими целлофанами, просто веточки и целлофан, зима, да, и якобы вот живи, солдат. То есть нам нравится вот этот культ смерти, сначала умри, потом я тебя полюблю. И вот в настоящее время задумываться над этим. То есть нужно вообще полностью поменять мышление, ментальность, полностью измениться. Но это, ты понимаешь, чудес же не бывает. Ведь чудес же не бывает. Стоит рассчитывать на чудо, что вдруг проснуться? То есть в азербайджанском, да, в азербайджанском обществе, да, не стоит рассчитывать на какую-то быструю ментальную революцию в армянском обществе. Это невозможно. На самом деле я не питаюсь, знаешь, никаких иллюзий. Мы можем говорить, обозначать проблему, указывать на проблему. Но то, что, извини меня, культивировалось практически веками, да, насаждалось, оно же не может. Это как раковая опухоль, это как болезнь, которая усвоилась самим телом, да, вот как организмом. Она стала частью организма. Представь, огромная раковая опухоль. Ее удалить, я не знаю, это уже все переплетено. Ну, это метастазы, это, ну, все уже, эта часть, она питается, она сосет из этого организма. А часть этого организма, которая такой, это деструкция, это разрушение, это болезнь. Ты понимаешь, то есть это какой-то патологический какой-то, ну, образ страшный. Ну, либо умрем, либо, может быть, там надо ампутировать, может быть. Страшно. Но поэтому я и говорю, что вот, например, родители вышли, это было на мое, по-моему, это впервые за всю 30-летнюю историю Армении, когда родители говорили наших, конечно, на кухнях, я помню, ребенком, будучи, как проклинали, они говорили, да. Будь проклят, Карабах, Карабах, я слышал это, например, да, как матери говорили, потому что их сыновья, например, не возвращались, или они боялись, что не возвратятся. Это всегда были эти разговоры, но на кухне они были. А сейчас эти люди вышли из кухни. Да, вот, вот это хорошая новость, что требуют люди наших сыновья, мы не хотим мертвых героев, вот эта героизация, ненавижу этот термин, эрусатсум, эрусатсанта, на армянском. Парни агероизировались, какой-то новый глагол. То есть стали святыми, мучениками, да, пошли куда-то на... Да, умерли, да. А родители говорят, мы не хотим мертвых героев, мы хотим наших живых сыновья. Своих детей собственных, а не героев. Да, поэтому это какие-то проблески позитивные, вот на это я хочу обратить внимание, что, к счастью, есть какие-то вот такие... Ну вот это сама статья, да, тоже, да, то, что она появилась, то, что об этом говорят, это пишут на армянском языке, да. То есть не все, может быть, не большинство, но какая-то часть, если эта часть окажется достаточно активной, может быть, произойдут со временем какие-то перемены в сознании людей, в сознании общества. Иначе это общество объективно просто, просто реально, оно обречено на вырождение полнейшее, просто конец какой-то больше ничего. Я знаю, что ты говорил, да, про опухоль. Вот это про опухоль, есть интересный этот термин автофагия, то есть когда организм там пожирает себя изнутри. Есть некий момент позитивный, например, организм очищается, но когда, например, очень много времени человек не ест, у него все внутренние органы уже начинают, они теряют свою жизнеспособность, и человек может там, например, плевать кровью, потому что у него нету этих структур, да, которые... И вот умереть просто от того, что организм пожрал сам себя, да, и нету никаких ресурсов, чтобы дальше существовать. Вот 30 лет у нас вот такой процесс автофагии, сотни тысяч людей убежали, и если мы будем продолжать в том же духе, то да, мы, может быть, и обречены, может быть, и обречены. И поэтому сейчас важно, чтобы Бхашинян был последним представителем этого Карабахского комитета, так скажем, последним большевиком, да, или мокиган, так сказать. И после него уже началась новая культура политическая, да, и чтобы было вот честным это желание действительно мира. Не мир для Армении, а мир для хотя бы региона, да, если не для глобуса всего. Вот. Вот так вот. Спасибо тебе, Севак, за эту беседу, за то, что ты согласился прокомментировать. Я очень надеюсь, что автор этой статьи перешагнет этот барьер и захочет вступить в эту дискуссию, в эту беседу, да, и тоже подключится каким-то образом. Я приглашаю вас, уважаемый Карпис, автор этой статьи. Пожалуйста, мы открыты, я открыт для диалога. Я думаю, что нужно больше таких голосов, чтобы вот это кваканье жаб, вот этих вот кваканье, вот это болотное, да, болотное, заставившееся вонючего болота, оно как-то сошло на нет. Этот хор, это кваканье, оно как бы было заглушено здоровыми, нормальными голосами нормальных людей, чтобы норма стала нормой в этом обществе, норма нормальная, здоровое состояние, нормальное, добрососедское, мирное. Потому что только в мирном состоянии возможно развитие общества. Когда общество находится в состоянии войны, ненависти, это самопожирание больше ничего другого. Развитие быть однозначно не может. Спасибо тебе, Севак, за эту беседу. Альберт, хай-файв, я это делаю со своими учениками. Да, всего хорошего, до свидания. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.